Привет, друзья! Пока Израиль не начал сухопутную операцию в секторе газа, то есть пока не началась третья или четвертая мировая война, мы можем жить как прежде и сочетать приятное с полезным. Кому что приятно, кому что полезно. И вот сейчас новость прям вот свежайшая. Появилось видео, что в Испании закидали коктейлями Молотова особняк пропагандиста Шария. Шария очень ненавидят в Украине, считают его российским агентом. Он, так сказать, сам блогер-миллионник и у него даже была партия Шария, он шарики там по всей Украине разносил. Я лично пару раз слушал Шария, но это невыносимо. Он работает на какую-то аудиторию, многосанудно, но вроде как бы по-крестьянски. Поэтому я часто даже просто не понимаю, чего он говорит. Поэтому давно Шария не смотрю. Но видите, так сказать, украинцы достали Шария в Испании, где у него, видите, особнячок оказывается. Я вот только не знаю, его лично или в аренде, но это, как говорится, нам объяснит специалист. И специалист с нами сегодня Андрей Сидельников. Специалист, журналист, но уже давно политик, который разыскивает недвижимость всяких плохих русских. В основном в Америке, да, Андрей? Ну, может быть... Ну, нет, нет, конечно, не в Америке. Приветствую, Глеб. Приветствую всех зрителей. Нет, ну, я, во-первых, 16 лет проживаю в Великобритании. Я был первым, наверное, да, политическим активистом, который уехал на Запад и получил политическое убежище. Это были травяные времена, конец 2007 года. Сам понимаешь, что это, в общем-то, мало можно было предугадать то, что будет происходить, когда, в общем-то, у меня как раз не было с этим проблемой. И, в общем-то, мои даже самые худшие какие-то там ожидания или анализ, он оправдывал все эти года. Да, вот, мы начинали с Великобритании, естественно, где мне было просто удобней это все, и информация, естественно, и доехать было проще. Я провел, вот, когда полумасштабное утверждение началось, я провел такое небольшое расследование, и ряд особняков разных людей в Лондоне заснимал, рассказывал это в разных эфирах. Вот, и подобный эфир, как бы, подобная информация, в общем-то, это расследование было, как раз, сделано еще летом этого года, по Соединенным Штатам, вот, планируются и другие страны тоже, в общем-то. У Ширя, кстати, действительно, в Испании, в Барселоне, это его личный дом. Я так понимаю, что это деньги, выплаченные были в свое время российскими спецслужбами, на которых он работал все эти годы. Вот, ну да, для меня это было новость, что закидали. Там недавно, буквально на прошлой неделе, по-моему, там кто-то рядом с домом перцовым баллончиком, значит, глаза залил. Ну, а сейчас вот даже, как бы, закидали. Все правильно совершенно, потому что, во-первых, на Ширя открыты уголовные дела, и, конечно же, необходимо там имущество, там, не только его вообще конфисковать. Ну, вот у нас новая организация появляется сейчас, это Международный санкционный комитет, и, в общем-то, как раз одно из направлений этого комитета будет не только включение в санкционные списки людей, чем мы занимаемся уже и без разных комитетов, в разных странах есть огромное количество активистов, которые занимаются, действительно, включением тех или иных имен российских пособников в эти санкционные листы. Ну, и одна из главных задач уже будет то, что еще не происходило пока на Международной арене, именно конфискация, подготовка к конфискации имущества пособников Владимира Путина. Это не обязательно олигархи, это просто вот люди, которые там уже в санкционных списках, это просто легче будет проводить через разные страны. Ну, и, соответственно, вновь открывшихся обстоятельств, новые какие-то лица. Вот буквально на днях, кто-то купил глобальный Форбс, я бы еще не проверял, например, есть ли он в санкционных списках или нет. Нет, значит, будет обязательно. Соответственно, как бы будем разыскивать имущество. Ну, это такое, ну, долгая, нудная работа, но и кто-то должен заниматься. Так что, да, ну, в Америке, честно говоря, я понимал, что масштабы огромные. Да, ну, наверное, у меня самого не было представления о том, что вообще происходит. Потому что мы все знаем, там, допустим, ну, 20, ну, 30 там этого российского Форбс-имен. А ведь это просто верхушка Альберга. То есть люди, обладая миллионными, миллиардными состояниями, не находятся в публичной плоскости и живут себе спокойно. И в Соединенных Штатах, и по всему миру. И о них действительно мало кто чего знает. Мы когда там обнаруживали те или иные дома, или особняки, квартиры, ну, в общем-то, действительно, некоторых, ну, просто даже я, человек, который 30 лет занимается общественно-политической деятельностью, даже в первый раз какие-то имена просто слышал. Ну, вот. А потом начинаешь расследовать, уже там глаза на лоб лезут, какими миллиардными состояниями они обладают и вообще, в принципе, припеваючи живут в Соединенных Штатах со своими семьями. Андрей, прежде чем мы будем смотреть вот эти вот красивые домики, я хотел посмотреть одно видео Киркорова, которое звучит так, как будто он просто стал оппозиционером и просто против Маргариты Симоньян. Самой Симоньян выступает. А это видео действительно появилось в прошлом. Смельчак. Страшный смельчак, причем он это видео, по-моему, мая прошлого года, то есть война уже шла там 4 месяца, и вот он такое говорит в адрес самой Симоньян, которая, ну, в общем-то, так сказать, если не первая пропагандистка в России, то и не вторая, скажем так. Вот ты послушай, давай вместе, так сказать, послушаем, что у нас, так сказать, говорит этот прекрасный человек. Маргарита Симоньян в одном из телевизионных шоу очень мне нецеприятно высказалась в адрес моих коллег. Максим Игалкин и Алла Пугачева. Для чего? Ты держалась слишком, чтобы публично очернять человека и его семью? Как на тебя должны смотреть дети Аллы и Максим? Как они должны смотреть на свою родину, в которой оголтелые выкрикивают такое на их родителей? Как ты смеешь публично унижать людей? Кто дал тебе право? Маргарита, ты главный редактор рупора нашей страны. Ты не имеешь права сеять раздум. Ты журналист. Непохабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухом и сплети. Я живу по принципу, делай так, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали. И я сейчас не уверен, что не найдутся люди, желающие покопаться и выкинуть на публичный суд твое грязное белье. А грешки-то есть у каждого. Мы не святые. И если каждый человек в нашей стране задумается об этом, то и нам жить хоть на чуточку легче. Для всех злорадствующих вы должны сожалеть, что сейчас под вашим гнетом, клейми, шапкозакидательским настроем. Большие профессионалы уезжают. И вместо того, чтобы создать условия к обратному потоку, вы усложняете и им, и себе жизнь. Ковид нас научил. Только вместе, только сообща мы можем все преодолеть. Перестаньте отрезать куски от нашего общества. Останется один скелет, на котором с удовольствием спляшет. Герой. Мощно, правда? Да. Ты понимаешь? Во-первых, у него достаточно активов за пределами России. Он давно не секретно является пособником режима. Он ездит выступать в аннексированный Крым, получает, соответственно, гонорары за это. В этом уже нарушая уголовное законодательство Украины. Он сейчас находится в том состоянии, что вот его особняк в Майами, который сейчас, по-моему, стоит порядка 10 миллионов долларов. Я надеюсь, нам его сейчас покажут уже, да? Да, арест, арест, арест будет. Во всяком случае, мы готовим это, как один из кейсов, для того, чтобы именно это имущество, вот этот дом, да, вот, находится в хорошем месте очень, рядом с домом Гольфполе. Вот, да, нам удалось вот снять с этого дрона, значит, весь его особняк. Мы поговорили с соседями, в общем-то, он там не появляется уже давно. Въезд, я так понимаю, в Америку мы сейчас, если не перекрыт, то как-то намекнули, что могут быть проблемы со въездом. Но, так или иначе, этот дом принадлежит ему, двоим его детям и какой-то женщине. Я не знаю, в каких отношениях он с этой женщиной. Дом официально записан на четырех человек. Мы подняли документы. У нас есть вся информация по этой недвижимости, когда она приобреталась, насколько приобреталась, какое сегодня состояние. Ну, в общем-то, то есть это легальная информация вся. Ну, это уже другое. Это уже в Берли-Хиллс мы переместились. Это дом, вот фотографии были до этого. Это был, кстати, дом главы Мослифта. Его, по-моему, звали. Это поток. Не надо, не надо, не надо усложнять. Давай, давай все-таки мы про Киркорова договорим. Дело в том, что вот этот вот особняк, ты же говорил, по-моему, что он стоит 5 миллионов долларов. Нет, Илья? Он за 4,8 он его приобретал, по-моему, в 2012 году. Сейчас я цифрами, честно говоря, не очень могу ошибаться по конкретным цифрам. Но да, вот за время он в коммерческой стоимости поднялся. Он сейчас около 10 миллионов стоит. Но это, опять-таки, средняя цена по рынку, поэтому здесь рынок всегда в Америке регулирует эти цены. Так что здесь это не... Это хорошее было его вложение, хотя мне сказали риэлторы майамские о том, что в тот момент, когда он покупал, его надули, он переплатил немножко. Ну, как мы видим, время, в общем-то, ему дало прибыль определенную. Так вот, значит, чтобы он не смог продать его, мы сейчас будем пытаться вносить его в санкционные списки. Летом, кстати, как раз в момент того, когда я находился, ну, почти непосредственно в близости от его дома, пришла информация тогда, что Канада его включила в санкционные списки. В Соединенных Штатах он пока вне санкций. Вот мы планируем его внести в санкционные списки. И последующий этап – это, соответственно, арест этого имущества. Ну, а в дальнейшем уже, если получится действительно заниматься уже конфискацией, ну, это будут решать уже органы Соединенных Штатов. В нашу вот компетенцию, конечно, конфискация не входит. Мы должны просто подготавливать... Комитет международный будет подготавливать кейсы, дела для передачи как раз в органы той или иной страны, которые будут заниматься конфискацией. То есть у нас уже есть предварительные договоренности и с Великобританией органами, и с Соединенными Штатами. Будем дальше и с Европейским Союзом как-то обозначаться. Но так или иначе, мы убеждены, что имущество, которое сегодня находится за рубежом у пособников режима Владимира Путина, оно должно быть конфисковано. Конфисковано у них. Не просто как бы заморозить, а должны конфисковать. И это будут колоссальные деньги, которые помогут потом восстановить Украину после того, как украинский народ победит в этой войне. Так что здесь как раз очень хороший метод для того, чтобы налогоплательщики европейских стран или стран-коалиции союзников Рамштайн не платили потом за восстановление. Андрей, мы сейчас обсудим, насколько это реально, чтобы конфисковали. Потому что, по-моему, таких прецедентов по миру не было. Не было. Не было. Вот-вот-вот. Но сначала посмотрим еще немножечко Киркорова, когда уже он не герой, а ровно наоборот. Это, так сказать, его украинцы подлавливают в Монако на отдыхе. А вначале он сам говорит о том, что он в Крым собирается на концерт или нет. Что он на концерте, у него там катарсис произошел или оргазм. Я уж не знаю, как. Вот, значит, слушайте. Сначала оргазм Киркорова, а потом, как ему устроили оргазм на улицах Монако, где он гулял прошлым летом. Давайте посмотрим, а потом обсудим юридическую часть. В своем концерте произошла магия. Мы вместе стали единым целым. Нам сейчас, как никогда, важно сплотиться. Вместе мы огромная сила. Я держу путь в Крым. Слава Украине! Делаем слава! Киркорова, Крым чей? Вот, девяца, засранка! Ты там отдыхай, понял? Не хрен здесь делать. Вот этот мальчик, не знаю, не заходил в глаза в Крым, когда ты ходил. Смотри, раз, слегка вам дыхать. Когда детей Гуга свои в Монако отдыхают. Сонголой. Крыса ты, Кирюша, крыса. Я слышал, что ты в Крым и в Крым, 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 и в Крым. Ну вот смотри, Андрей, ведь никогда и нигде не отнимали еще недвижимость у всяких там волков, таких-сяких. Вот смотри, сейчас же весь мир стоит на ушах из-за Палестины, Хамаса и так далее. А ведь мы знаем, что был такой террорист, уже, правда, на тот свет отправился, Ясер Арафат. И когда он помер, так сказать, его там долго не объявляли о смерти, потому что его там жена и наследники делили огромное количество недвижимости, особняков. И ведь смотри, гробовая тишина. Хотя эти террористы устраивали свои теракты там лет 50 подряд, да, как минимум, да, если не все 75, да. Почему ты думаешь, что сейчас будет по-другому с активами русских, так сказать, да даже не то, что первых лиц, а всего-навсего подпевал? Ну, во-первых, потому что есть команды людей, которые занимаются этим. Вот под лежащий камень вода не течет. Вот дойти для, во-первых, санкционных вещей, да, было очень сложно. Я много лет занимаюсь санкциями. И, в общем-то, пробиться, честно могу сказать, было очень сложно. При встречах в Америке с политиками, там, сенаторами, там, депутатами парламентов европейских, всегда вот была вот эта озабоченность, проявляли они ее. Но дальше не заходили. Как только началось полномасштабное вторжение, вот прям полномасштабное вторжение, да, что дало новое дыхание санкциям. Потому что с 14-го года, когда началась война, и аннексировали Крым, санкции были применены вот к России, там, к организациям и всем остальным. Но они действительно были тогда неэффективны, и очень, как бы, нехотя европейское сообщество, там, американская элита вводила эти санкции, потому что это, как бы, завязано на огромных деньгах. Ну, нужно понимать, например, Германия, да, времен Меркель. Но ведь Путину удалось скупить политическую, экономическую элиту в большинстве, там, процентов 70 это было, и воспевали его, да. Ему удалось усыпить бдительность Ангела Меркель, которая, в общем-то, на мой взгляд, и виновна в начале полномасштабного вторжения. Потому что они закрывали глаза на все, что происходит в России, на нарушение прав и свобод граждан, на преследование. Да, конечно, по каким-то случаям высказывались, не могли молчать, как говорится. Но, в общем-то, их устраивало, да, деньги, газ, и все, все с этим связано. Сегодня же тенденция поменялась. Действительно, больше полутора лет уже идет война, и конца края не видно. Налогоплательщики европейские, американские, ну, в общем-то, что здесь скрывать, платят достаточные суммы на поддержку Украины. Так или иначе, государства ведь это со своих граждан берут. И, кстати, Путин очень хорошо в контрпропаганде это пользуется и вбрасывает в те или иные государства через средства массовой информации ту риторию, которая необходима как раз по металлическим Кремля рассылается. И мы видим, как попытки вот этого воздействия на общество разных стран. Поэтому, действительно, прецедентов таких не было. Но, вот, опять-таки, проводя огромное количество встреч уже долгое время с теми или иными политиками, чиновниками в разных странах, ну, у меня есть четкое понимание, что, во-первых, этот процесс надо начинать. Начинать его надо с каких-то громких дел. У нас уже есть, в общем-то, что здесь тоже скрывать не буду. Мы хотим сделать кейс Фридмана показательной поркой, чтобы все, что у него есть за пределами Российской Федерации, чтобы все его активы полностью, в стопроцентном варианте, были конфискованы. Я считаю, что этот кейс будет очень удачный, в связи с тем, что, в общем-то, он такие попытки колоссальные проводил и столько денег тратил для того, чтобы оттащить себя от каких-то санкционных списков, как бы, обелить. А в итоге закончилось тем, что уже, как бы, летом Соединенные Штаты внесли его список, ну, и все, как бы, соответственно, компанию из Альфы. И он сейчас уехал обратно в Россию, а в Россию он не появлялся, по-моему, с 2016-2017 года, вообще ни разу не заезжал. Вот. Так что, показательную порку нужно будет сделать, и потом, после прецедентов, уже будет легче, действительно. Понятно, что не всех можно это сделать, понятно, что они будут сопротивляться, понятно, что у них колоссальные финансы, колоссальное влияние и все остальное. Но это, я считаю, справедливо и правильный путь. Они должны понести наказание в том или ином виде, а самое главное для них наказание – это лишить их всех этих коррупционных воровных средств. Андрей, очень сложно с Фридманом, то есть ты на такого кита замахнулся. Он один из самых эффективных российских миллиардеров. Это просто невероятно, ну, прямо скажем, талантливый человек, который умеет, так сказать, делать бизнес в самые жесткие 90-е. Тут как бы, не знаю, у кого вообще на свете хватит сил победить такого человека. А вот то, что его заталкивают обратно к Путину, и многих других заталкивают к Путину, фиг его знает, насколько это все хорошо для, так сказать, мира и для дела прогресса. Давай сейчас спустимся чуть-чуть пониже уровнем и посмотрим одну очень красивую девушку, которую, ну, опять-таки, я благодаря тебе узнал, какая-то Наталья Кушпита, по-моему, да, фамилия. Она, значит, по-моему, там, да, любовница, по-моему, кого-то, что там, вице-губернатора Севастополя. Севастополя, да. И вот, что я от тебя услышал, что она живет в Майами, и ее риэлторское то ли агентство, то ли личные функции заключаются в том, чтобы черный нал, так сказать, отгружать в больших количествах, которые заходят, видимо, из России, а может, из других стран, и на них покупать какую-то недвижимость. И вот я у тебя хотел понять, слушай, Америка, она же вся такая прозрачная, там с черным налом огромные проблемы, народ там мается, то есть чемодан денег в Америке это просто, ну, акт кромешный. У нее, так сказать, накаточка без налок. Это не совсем так, на самом деле. То есть все, можно купить за миллион долларов, оформить особняк, который на самом деле стоит семь, и остальные шесть отдать в чемодане, и это никакая американская власть на это не обратит внимания, это нормально прокатывать? Дело в том, что если это неизвестные имена, скажем так, да, вот я понятия не имел о ней совершенно, и кто это такая, ну вот, и там таких, как она, огромное количество. Там целые кланы уже существуют по отмывке этих денег, по большому счету. Там с лицензиями адвоката все же оформляется официально, да, то есть ты заплатить наличкой ты можешь. Но это, опять-таки, договоренность, и здесь уже, к большому сожалению, в общем-то, люди идут на то, что налом, получается, они покупают это, то есть они получают деньги за свою недвижимость, да, и они получают в большем объеме, чем это было бы они продали через рынок. Это первое. Во-вторых, конечно, не с каждым это может пройти. Это не значит, что можно приехать с чемоданом денег, да, и ты прям вот сразу же все это купишь. Нет. Но это целые сети в разных штатах. Вот, например, это очень распространено вот как раз во Флориде, это Майами, в Нью-Йорке это распространено, распространено в Лос-Анджелесе, соответственно, там совсем другие цены. То есть, например, то, что кажется шикарным и действительно эффективным, но очень дорогим в Майами, например, как бы, ну вот безумные стоят дома у кого Берли Хиллса, а там огромное количество россиян, как оказалось. То есть, кто бы мог подумать. Вот это вот, был сериал такой, Берли Хиллс 90-210. Давно. Вот это посткод. 90-210 это посткод. Это один из самых престижнейших мест в Америке. И там, соответственно, как бы маленький клочок земли стоит просто какие-то колоссальные миллионы. Ну и эти наши россияне, естественно, там известные и неизвестные в основном, неизвестные, очень любят вот так покупать особняки, причем с каким-то вычурностью. Там вот этот особняк Носова я снимал, который застрелился год назад. А вот смогут сейчас ли нам найти режиссера? У нас сейчас по плану идет генерал Петухов, но вдруг... Петухов в Майами, генерал Петухов, да, Петухов был в Майами. Не-не-не-не, не это видео категорически. Ой-ой-ой-ой. Я же... Смотрите, да? Ну, давайте не будем путаться, да, все-таки. Просто ты завел речь про Берли Хиллс и все на свете, и про особняк Босова, миллиардера российского предпринимателя, который покончил с собой. И там действительно особняк за 125 миллионов долларов. Но давай пойдем по плану, потому что иначе, так сказать, народ не найдет. Давай, давай, конечно. Давай генерал Петухов. Это бывший первый зам, по-моему, министр внутренних дел, да, и начальник управления по борьбе с организованной преступностью. Но вот... Но очень давно, Андрей, давно. Давно. Давно, совершенно верно. Но каким-то образом получает деньги и сегодня, не находясь на этой должности. То есть получает... Знаете, как воры в законе же есть, которые сами не воруют, да, а только на общаках сидят. Так вот, я как понимаю, что он в свое время построил такую систему, которая позволяет ему крышевать сегодня те или иные предприятия, и получать колоссальные доходы, в общем-то, вымогая деньги там и у предпринимателей. И, соответственно, это вдоль и нынешнего руководства МВД, вдоль и правительства, и администрации президента. Тоже нужно понимать, что это все там звезды одной большой-большой вот этой коррупционной схемы, построенной в России. Андрей, давай есть свое ощущение, что он на самом деле делает в Америке. Ну, давай мы попробуем получить немножко картинок, так сказать, о его красивой жизни. Что у нас сейчас есть? Вот по плану у нас все, что Петухов нажил непосильным трудом. Посмотрим. Сейчас нам начнут это показывать, и мы тогда с тобой обсудим. Да. Ну, у меня в расследование попала, на самом деле, квартира в доме, в высотном доме на первой линии Майами. Прямо начало. Это первая линия. Вот. Нет, это не этот дом. Это не этот дом. Это дом с лифтом для машин, насколько я вижу. Это в Майами же, но это Саняйлс. Русский город в городе, как говорится. Давай дождемся, что все-таки ребята найдут именно Петуховскую недвижимость, которая прямо, так сказать, была, так сказать, прислана целым пакетом, так сказать, где-то... Вот это стоит приковывание Майами. Это вот здесь, в этих домах, на первой линии, огромное количество россиян имеют квартиры. Кто-то там живет. Многие квартиры стоят пустыми, надо сказать. Действительно пустыми. Вот. Они даже не сдают их. Но вот во всех вот этих высотках это, в общем-то, стоимость достаточно приличная. У каждой квартиры. И это престижно. У меня у знакомого, там есть квартирка, и он говорит, значит, это у нас жители русские, треть китайцы, а остальные со всего мира так, ну и, может быть, там, одна шестая американцев каких-то. Ну да. Бочком-бочком. Большие деньги. Вот на самом деле, сейчас-таки в Майами достаточно количество новых украинцев приехало и покупают недвижимость. Здесь тоже, ну, как бы, скрывать, я считаю, не стоит это и замалчивать эти вопросы. Вот. Это вот последнего года. Веяние, это уже там мои контакты и друзья, живущие в Соединенных Штатах, эту тенденцию сами видят и наблюдают. Значит, у нас на генерала Петухова ничего не нашлось. Ну ладно, давайте тогда показывайте. То, что у него пентхаус в одном из башен, первых башен, значит, в Майами, как с Аутбич начинается, это просто одна недвижимость. У него огромное количество коммерческой недвижимости в Соединенных Штатах. То есть там реально он, ну, как бы такой, как барон денежный, по большому счету. Андрей, можно я попрошу, чтобы режиссеры показали вот ту картинку, которую я добыл в интернете. Просто я погуглил господина Петухова. Дело несложное. Это он построил на острове, господи, как же этот остров-то называется, в порту Майами. Напомни, да, ты же, так сказать... Да, я понимаю, это был остров миллионеров, там, где Агаларов сейчас живет. Может быть, да, так сказать. Так вот, он купил земельный участок, построил этот домик и стратил, по-моему, на его стройку что-то 7 миллионов долларов, а захотел продать за 17. Я вот, честно говоря, смотрю и думаю, неужели себестоимость этого дома 7 миллионов долларов? По-моему, меньше. Но, может, он большой, не знаю. Ну, во-первых, нужно говорить, что земля продается так же. Вот где дом стоит, это земля. Она может стоить такие деньги, и даже больше деньги вообще-то стоит, если уж говорить о местности. Но, опять-таки, это рынок определяет, здесь нет возможности лавировать. Хотя, надо сказать, когда был кризис, тогда у Трампа... Многие, кстати, наши российские бизнесмены, так надо сказать, помогли Трампу спасать его недвижимость, когда был кризис, значит, вот, недвижимости. Они скупали в его домах квартиры. И там, кстати, в Майами есть несколько наших товарищей, которые специализировались как раз на помощи Трампу и получении каких-либо преференций. Так что, вот, как бы, это тоже нельзя... Я не уверен, что это петухов... Андрей, Андрей, смотри, значит, ты в разговоре с Марком Фегиным обмолвился, что у этого петухова есть псевдоним, да? Да, был такой. Леонардо... 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 Кронфайл. Кронфайл. Как бы, не знаю, что это... Кронфайл какой-то. Это не знаю, это позывной, позывной, да, как бы, это вот там документы сделаны на это имя. Ну, надо сказать, что это фигурирует не в открытых источниках, безусловно. Это нам удалось получить данные из закрытых источников. И вообще много разной информации, которая, может быть, публично и не стоит произносить по тем или иным именам. А как раз эта информация войдет в те кейсы, когда придет необходимость отбирать и конфисковывать имущество. Много раз... Подожди, подожди, Андрей. Правильно ли я тебя понял, что у этого генерала Петухова есть еще паспорт на имя Леонардо Кронфэ? Да. Да, совершенно верно. А паспорт какой страны, извини, этот-то можешь сказать? Это паспорт Соединенных Штатов выдан. Круто. Так вот, я набрал этот Леонардо Кронфэ в Гугле. Да. И знаешь, что я там нашел? Что так называется его риелторское агентство, которое находится там же. У него есть адрес, только не вот на этом богатом острове, но там же, на другом, более, так сказать, победнее остров, в порту Майами. Прямо можно посмотреть, как выглядит. И я подумал, что, наверное, его функция заключается в том, чтобы желающим из России что-то прикупить, в том числе за кеш, за чемодан долларов, приходите в агентство Петухова, а? Возможно. Честно говоря, не буду как бы здесь спекулировать. Эту информацию я не знаю. У нас нет подтвержденной этой информации. Логически выглядит, безусловно, такая цепочка, ну, она может иметь место. Другое дело, что, сталкиваясь там с обнаружением недвижимости того или иного фигуранта, четко прослеживается компания юридически, которые этим занимаются, да, официально получившие лицензии в Соединенные Штаты, долгие годы работают. Они, во-первых, как бы пытаются прятать эту недвижимость из открытых источников, чтобы нельзя было найти. Это, ну, определенное изощрение, все-таки смекалка, надо сказать, там, советских людей, если брать в общем, да, страны Советского Союза бывшего. Ты сейчас расскажешь этот случай, расскажешь, когда возникнет на экране этот объект. Но мы про генерала этого МВДшного договорим, он очень драйвовый чувак, он любит на чем-то там гонять, ты рассказывал, да, и даже какое-то там нарушать. Получил этих морских коров, значит, получил официальные штрафы. Опять-таки, в легальном источниках этой информации нет, она есть в закрытых источниках. И, в общем-то, если копаться уже с подходом именно подходить к конфискации имущества, то, конечно, должны быть расследования глобальные. Понятное дело, что на общественных началах, которыми, в общем-то, занимается сейчас Международный санкционный комитет, это очень сложное дело. Действительно нужно, вот мы сейчас создаем команду расследователей, мы призываем волонтеров помогать нам, кто имеет ту или иную информацию по разным пособникам. Потому что, ну, бороться против этих миллиардеров, скажем так, с открытым изобралом можно, но эффективность, конечно, будет, когда будут такие полностью рабочие структуры сделаны. Копать и перекопать. Действительно, огромное количество и людей неизвестных, и информации, и это все складывается, конечно, впечатление, что, действительно, это такой большой азберг, который, в общем-то, ну, просто недосягаемый, с одной стороны. Я бы очень хотел, чтобы нам сейчас показали виллу Егеазаряна, знаменитого российского банкира, роскошное видео, там и ночные фотки, вот она, она правильно... Да, 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 да. О, красота. Это где? Это Майами или это Лос-Анджелес? Нет, это как раз в Беверли-Хиллз. Это в Беверли-Хиллз, в общем-то. Там, сейчас я не могу сказать, не помню точно стоимость этого всего. Ну, официальные данные есть, опять-таки, из открытых источников. Но... Выглядит как фантастика. Выглядит как десятки миллионов долларов, причем много-много, прям десятков. В том-то и дело, что недвижимость каким-то образом, вот такая ценовая политика, что недвижимость вот в Лос-Анджелесе, в районе Беверли-Хиллз, она дороже намного, чем, допустим, вот эти шикарные дома в Майами. Поэтому, ну, опять-таки... Это понятно, потому что там человеки в Майами, жить не захочешь, понимаешь? То есть, как бы вот... Я не знаю, я бы очень хотел. У меня нет возможности, у меня, я коррупцией никогда не занимался, но жить в квартирке на берегу океана, моя мечта. Ну, понятно, не как у этого там Аскерова, олигарха, который, значит, въезжает на своей машине в лифт и поднимает его на его этаж. Это уникальный дом Порше в Майами как раз. Вот были фотографии, до этого показывали редактора. Ну, и квартира стоит семь с половиной миллионов. Я вот... Никогда. Вот, да, вот этот Порше дизайн. Уникальный счет в том, что ты въезжаешь в машину, и лифт тебя приносит на твой этаж. И на твой этаж у тебя стоянка машины на твоем этаже, рядом с твоей квартирой. Абсолютное безумие, но тем не менее, да, ты просто скажи, а в чем привинился руководитель частного коммерческого предприятия МОСЛИ? Ну, лифты он ставит, ну, бизнес у него такой, и чего? Ну, как что значит привинился? Позвольте. Во-первых, это государственная структура. Это не коммерческое предприятие. Да, я уверен. Естественно, это как ФУОК, были ли это ФУОК или как они назывались-то. Нет, это государственное предприятие. Это инструкционные схемы. Его родственники на разных постах, это долгие годы, в общем-то, он запихивал этих людей. Поэтому здесь это не просто коммерсант. Ничего подобного. Для меня тоже было открытие, что человек на государственной должности, причем он является сегодня руководителем МОСЛИФТа. Это не то, что он был когда-то давно, а потом ушел в коммерцию, да? Нет, он сегодня. Ну, так много лет назад он купил себе вот там особняк в этом самом Берли-Хиллз за, не помню, там 15 или 20 миллионов, что-то такое. Эти люди обустраиваются в Америке, наворованные деньги, они являются пособниками этого фашистского режима. Почему это они должны, какая разница, коммерсант он или он государственный чиновник? Ну, с курицей у чиновника вообще больше спрос, почему-то российское государство это не делает. Значит, спросит как бы американское правосудие с него. Значит, это тоже необходимо, будет конфисковывать все. Ну, вот ты сказал ключевую вещь. Чиновник он или из частного бизнеса? На мой взгляд, если из частного бизнеса, то и не надо его трогать. А как это так? А он помогает в войне, в режиме Путина, например. Как это не надо? Он налоги платит в России, если это частный бизнес. А эти налоги идут на бомбы, которые убивают ежедневно мирных граждан Украины. Ну, вот смотри, ты снял особняк Боссова, а он застрелился, Боссов застрелился еще в конце ковида. То есть он все свои налоги заплатил до войны. Нет, ну тебе нужно как бы отдать, как бы, значит, вот эти все наворованные деньги должны теперь родственники разделить. А я считаю... Почему наворованный? Он просто делал бизнес. Ну, что ты до него докопался, тем более... Бизнес он делал взаимоотношения с российскими спецслужбами и российской властью. Мне кажется, Глеб, не тебе... Ты прекрасно знаешь, что без сотрудничества с российскими властями, без коррупции, бизнес эффективный в России построить не может. Никто. Почему-то уехавшие бизнесмены из России на Запад, где нет такой вакханалии, как в России, да, и какой коррупции, что-то они великими бизнесменами, никто из них не стал. Вот ни один из них не стал великим бизнесменом на Западе. Ну, как бы... Ты знаешь, масса, масса... Андрей, могу тебе привести массу примеров бизнесменов, которые стали... Истанец, восходи, ты приведешь мне примеры, я знаю эти люди. Кто? Ну, давай ты назовешь кого-нибудь, кого ты прощаешь. Кого прощаешь? Я не знаю, мне не нужно кого прощать. Опять, если... Послушай. Просяешь. Приведение Чичваркина достаточно одиозная фигура, но так или иначе, как бы он долгие годы, долгие годы, и до момента вот этого захвата власти в 12-м году, с третьего незаконного срока Путина, уже находился в Великобритании и получил политическое убежище. В 2008 году, по-моему, он приехал в Великобританию. Ну вот. Задолго до всех этих событий. Поэтому здесь прощать, не прощать. Да, он работал с российскими спецслужбами и не скрывает этого сегодня. Да, он работал с российскими властями. Да, он поддерживал этих Медведевых, Путиных в свое время. Но тогда была другая страна. И тогда, все-таки, извините, было два срока законных у Путина, был один срок у этой половой тряпки, значит, Медведева. А с 12-го года-то все, кто соприкасался с этим режимом, должны получить возмездие. Простите. Это здесь уже никуда не деться. Это и чиновники, это и коммерсанты, которые так или иначе действовали в России, которые подпитывали вот этой коррупционной составляющей, которые шли на поводу и играли по правилам, установленных вот этой воровской шайке, захвативших страну. Почему я или тот другой их должен прощать? Я вот не понимаю, если ты вот кого-то хочешь простить. Ну, не знаю я. Это, конечно, правда. Андрей, я что хочу сказать, что тех предпринимателей, которые были предпринимателями и не получали госзаказы, понимаешь? Вот кого я бы предложил простить, честно сказать. Плюс таланты нужны. Ну, хорошо, какие-то неизвестные имена, допустим, которые сегодня находятся в России, и сегодня уже, когда больше полутора лет идет война в активной фазе, я про 14-й год вообще молчу с аннексией Крыма. Кого? А вот эти бизнесмены, как бы, в Крым они не ездили? Будем расследование проводить? Был в Крыму? Все, да, посадить тогда. Да, правильно я понимаю, если вы, кстати, на Крым поехали? Есть же такое правильное. Ну, я думаю, что все умные люди от Крыма держались подальше и туда не ездили. Да что? А вот, например, а вот перебежица и перекрашенная Чулпан Хаматова два раза нарушала Уголовный кодекс Украины, два раза получала финансирование из аннексированной территории, а потом она, как бы, через месяц после начала полномасштабного вторжения решила перекраситься. А так она 10 лет, верой и правдой, была лицом режима. Спрашивается, достойно прощения? На мой взгляд, нет. Я не буду защищать Чулпан Хаматом, а вот я вспомнил классного чувака, создателя магнита, Галицкого. Знаешь такого? Ну, лично незнаком, но понимаю, кто это, да. По-моему, он в России. И, по-моему, он никуда не бежал. Его-то прощаешь, например? Нет, конечно. А с какой стати-то? А с какой стати его просить, когда его деньги ведут на бомбы, которые ежедневно в режиме, как бы, убивают украинцев? Почему я должен его прощать? Почему? С какой стати? Потому что он сделал огромное благо для России. Он построил классную, эффективную сеть магазинов, благодаря которой народу еда достается дешевле. А потом еще, когда его заставили продать, этот магнит, он то ли до, то ли после построил в центре Краснодара совершенно оглушительный парк, вот просто как зарядье. В центре Москвы есть такое, да, Собянин, да, красота. И вот такое же вдруг в Краснодаре. Вот понимаешь, да, вот так идешь, вдруг в Краснодаре. Многие эти люди делали хорошие и важные дела. Никто не закрывает глаза на добрые дела, которые они совершали все эти годы. Но это же как чаша весов. Опять-таки, ну нельзя быть немножко беременным, что я и людям помогаю, ну и, собственно говоря, как бы буду сотрудничать с Лайсом, чтобы они давали мне помогать. В 90-е, как ты помнишь, огромное количество убийц платило деньги и возводило церкви. Думали, что они отмолят, значит, эти все вещи. Это было модно тогда давать на, значит, церковные всякие штуки. А сегодня, конечно, как бы им они будут рассказывать, как они много делали хорошего. Они и делали, опять-таки, мы не закрываем глаза на это, но просто перевешивать все остальное. И сегодняшняя ситуация, которая развивается, должна была давно поставить на развилку, а не сидеть на всех стульях. И там, и сям. Поэтому те, кто выбор свой сделал 24 февраля прошлого года, значит, можно рассматривать и действительно искать возможности их, скажем так, удаления из списка вот этих прокаженных. А кто это не сделал до сих пор, никакой индульгенции, на мой взгляд, не заслуживает. Ох, какой ты жесткий, Господь Бог-то! Ох, прям, прям ты жестче, Господа Бога нашего! Ну ладно, давай посмотрим, как это будет развиваться вся жизнь. Просто я за, так сказать, то, чтобы тех людей, которые помалкивают, но сделали много блага для России, и это благо останется и после Путина, и оно нужно русскому народу. Ну вот мне кажется, им надо отдать должное. Игалицкий – это один из них, ну просто, понимаешь, выдающийся человек. Я возьму, с моего позволения, возьму на заметку и проведу небольшое расследование сам по делам, а потом могу поделиться своими, уже исходя из информации общей, потому что, говорит, просто сейчас удобно, действительно, потому что для меня они все, те, кто сегодня находится в России, занимаются бизнесом, они причастны. Ну вот причастны, ты никуда от этого не уйдешь. Но есть, как бы, какие-то исключения с правилами. Может быть, Галицкий будет исключение с правилами, но, опять-таки, здесь необходимо там полное понимание ситуации. Андрей, слушай, этих исключений исправил миллион, и Чичваркин один из них, понимаешь? И когда он делал свой торговый бизнес, он и ментам платил, и бандитам платил, никуда не девался, понимаешь? Например, есть там на Урале завод в городе Верхняя Салда, наверное, правильно говорить. Там Титановый завод, он делает запчасти для Боинга по всему миру. Вот Владислав Тетюхин, царство ему небесное, гениальный был человек. Он уже на пенсию ушел, уже домик в Подмосковье строил. И тут 93-й год, завод лежит в руинах, его зовут, приезжай к нам, уважаемый. И он наладил, сделал, так у него, когда все это пошло и стало приносить там миллиарды долларов, отжали, забрали. Так он на все свои, ну как, отжали, но там 300 миллионов долларов ему дали. Рост Тех у него отжал эту компанию, и 300 миллионов долларов он дал. Так он на эти деньги построил суперсовременную больницу по изготовлению протезов, там в городе Верхняя Салда. Там их делают лучше, чем, так сказать, в Швейцарии и так далее. Так вот, сейчас там проблема, по-моему, дают туда заказы из Минздрава России, но это обычное дело с чиновниками. Я хочу тебе сказать, что Россия наполнена такими предпринимателями, понимаешь? Да, их очень много. И когда ты найдешь у кого-то из них квартирку в Майами, то ты все-таки не спеши, ты погугли сначала, а чего этот человек сделал, да? Ну, для страны, для жизни. Не-не-не, здесь же вопрос как бы не квартира у кого-то или недвижимость. Это не, для меня это в порядке вещей, это не что-то незаконное, но именно связанное потом как бы с их деятельностью расследование, чем они занимались, кто эти люди, как они как бы устраиваются в разных странах и имеют ли до сих пор эту связь. Мне очень хороший пример, если тем, что я 16 лет проживаю в Лондоне, огромное количество вот этих вот пособников, десятки тысяч в одном, в одной только Великобритании. Они сегодня болчат, некоторые из них перекрасились. Но я-то прекрасно, опять-таки, именно потому, что находясь в этом обществе, знаю, кто с Россией был связан коммерческими по агентствам разным, значит, Россотрудничество, посольство. Ну, это скрыть невозможно. Ну, все-таки, опять-таки, ну, у нас действительно и информация поставлена, и так, достаточно, вон, чекнуть в одной стране Лондона, тебе позволить за другой, и скажут, будет здоров, либо пропленут. Поэтому ситуация такая, скрыть это невозможно, тем более в 21 веке. Конечно, люди разные, конечно, разные кейсы. Все понятно. Ну, надо, как бы, опять-таки, понимать, если они замешаны сегодня в пособничестве, ну уж извините, квартиры в Майанде они точно лишатся. Да вот молчат в тряпочку, есть ли тут пособничество. Вот, понимаешь, я не даром тебе Галевского привел в пример и Тетюхина. Огромное количество предпринимателей, у которых деньги отжали, ну, бизнес отжали. Ну, понятно, понятно. Но при этом деньги остались, и деньги в России, и даже если у тебя квартира в России, ты же с нее налоги платишь государству, ну, по твоей логике... Ну, Андрей, не будем, да, окей. Уходим в сторону, извини, да, я просто, я даже не знаю, за кого из них я обиделся. Вроде, ну, нашел особняки, слава богу, я журналист должен радоваться, говорить, ура, долой, долой буржуев, особняки все снести. Слушай, тут мне прислали новость совершенно потрясающую, смотри. Значит, псевдовласти Крыма, так их называют, разрабатывают план побега на тот случай, если СВО пойдет не по плану, и вооруженные силы Украины зайдут в Крым. По команде из Кремля в мае 23-го года на территории Крыма начали формировать списки и расчеты на эвакуацию. Ответственными назначили министра транспорта Крыма Николая Лукашенко и замминистра МЧС Крыма Сергея Юдина. Уже в июле были готовы окончательные списки, в которых путинские ставленники в органах власти и члены их семей, работники указанных органов, представители учреждений, медицин, КХ, соцработники, спасатели. Что, всех, что ли, вывезут? Я не пойму. Я не знаю, кстати, да, список огромен. Я помню эту новость. Вот. Но дело в том, что они вот, ну, настолько, не знаю, идиоты, что ли. Да они сами вот эти списки составляют, дают нам возможности, опять-таки, этими списками оперировать. И понятное дело, ну, допустим, допустим, они эвакуируются. Кто-то из них. Неужели, Илья, ты думаешь, что потом, когда Украина победит, они будут преспокойно жить? Украинский так называемый МОСАД найдет каждого предателя. Каждого. Да, это займет огромное количество лет. Да, безусловно. Но возмездие придет каждому. Вот просто каждому. В той или иной форме. В зависимости от того, чем они занимались и что делали. Поэтому они могут готовить эвакуации, могут менять имена, могут прятаться где еще, их достанут и уничтожат. Они предатели. Они враги и предатели. Вот и все. А, знаешь ли, когда начнется восстановление, честно могу сказать, я, хотя юрист по образованию, ну, всю жизнь учили вообще, как бы, действительно, закону и всему остальному. Но вот дело Боинга. 9 лет в слово. Где-то так. Разве будет возможность, когда будет сотни тысяч, этих судов ждать постолька. Никаких судов. Никаких. Это будет закон военного времени. Вот и все. И они должны... Да не будет, Андрей, дорогой мой, другие времена. Ну все, ну ты посмотри, что с Хамасом творится. Сколько там людей, детей, всех поубивали и чего? Ну, я... А что, чего? Сейчас будем ждать, когда что будет, как бы, на самом деле. Насколько я понимаю, значит, граждане Израиля высказываются достаточно и передельно четко сравнять, значит, с землей все. Посмотрим, как они... Это я просто еще думал прочитать про вот это сообщение о том, как собираются эвакуировать чиновников из Крыма. Кого действительно оставят, кого увезут. Ну, судя по всему... А как они... Я просто не понимаю, когда взорвут окончательно Керченский мост, каким образом воздушное пространство будет полностью быть перекрыто? Как они будут убегать? Вот как они? Плыть будет, где бомбы уже в Черном море расставлены? На катерах уходить? Я, честно говоря, тоже удивляюсь, почему Крымский мост... Он будет уничтожен. Это понятно. Я тоже удивляюсь, почему Крымский мост до сих пор держится. Вот, сколько там разговоров про то, что водяные дроны такие, дроны-сякие. И, по-моему, на завтра анонсировали какой-то сюрприз от Германии, от Шойца. На завтра или на сегодня, не помню, да? Но сюрприз может быть только один, что дадут вот эти вот суперракеты Таурус, которые Германия долго зажимала. И, судя по всему, Германия зажимала их, ожидала, когда Америка даст этакомс. Америка этакомс дали. С помощью этих ракет разбомбили, по-моему, в Бердянский аэродром. И где-то еще. И там сколько-то вертолетов было накрыто. Еще Зеленский очень был доволен. После этого говорил, о, как работают американские ракеты. И вот, судя по всему, немецкие сейчас приедут. Поэтому, честно сказать, вот, я подозреваю, что просто пока, как говорится, там, Америка и все остальные не разрешают раздолбать Крымский мост. А то, Бердянский раздолбали. Это была действительно информация такая, что прям запреты идут от американской в основном стороны. Шли. Сейчас, я не знаю, раньше, там, полгода назад точно совершенно, по моей информации, были четкие запреты на действия украинских войск в том или ином, как бы, виде. Вот по мосту, по чиновникам российским, которые приезжают на передовую. Да, вот когда они красуются, как бы, там. Потому что разведка это все знает. И вот четко был точный запрет по действиям по Кириенко. Это я точно знаю. Когда приезжал Кириенко в зону, значит, запретили, запретили использовать эти хаймерсы для того, чтобы можно было уничтожить, просто Кириенко нахрен взорвать по чертой матери. Ну вот, Америка запретила. Сейчас, насколько я понимаю, эти запреты уже перестали поступать. Слишком много времени идет, слишком большая, большие деньги, как бы тратятся. И действительно необходимо уже кардинально менять подход к и военным, и дипломатическим действиям. Ну, это, опять-таки, мы можем разговаривать, конечно, сколько угодно, потому что, слушай, до сих пор Россия сидит в Совете Безопасности ООН с правом ВЕТа. Ну, при какой ситуации это вообще возможно? Должно исключить полностью. Да нет, Андрей, ну, ООН это понятная лавочка, которую надо полностью закрывать. Я, честно говоря, никогда в нее не углублялся. А вот после того, как сейчас устроили эту резню в Израиле 7 октября, я уже столько обчитался про то, что ООН творит, и просто половина бюджета ООН уходит на якобы помощь палестинским беженцам, на самом деле разворовывание, и там бог знает что. Ты удивишься. Я в 98-м году свою дипломную работу писал о реформировании Совета Безопасности ООН. В 98-м году еще. В прошлом веке. А я в 96-м году, будучи в Израиле, приперся на базу, на западном берегу реки Ордан. Просто так. Причем это была такая, знаешь, обзорная поездка для журналистов. Мы взяли на прокат машину с фотографом. 96-й год, чтобы ты знал. В 93-м Клинтон, так сказать, вместе с Израилем, кстати, и с Египтом, достали этого ясера Рафата там из помойки, из Туниса, привели его на западный берег реки Ордан и сказали, а теперь ты здесь будешь, как говорится, воссоздавать палестинское государство. И первое, что мы тебе сделаем, начнем тебя снабжать оружием и создадим так называемую дорожную полицию. И вот я на машине, наивный журналист, ничего про это не знаю, потому что я, опять по другой части, был в коммерсанте. 96-й год, приезжаю туда, в этот день обострения у нас летают эти F-16 сверху истребители, мы припираемся туда, на этой базе, на нас вытрощив глаза, смотрят и думают, что мы какая-то разведка русская. Да, мы показываем удостоверение русских, я с фотографом, но они смотрят, думают, ну ладно, раз русские, заходите. И я вижу, что это обычная русская военная база, в которой все полностью как в воинской части, а я 8 лет как из армии пришел, понимаешь, я прям вижу, что это обычная воинская часть, те же, та же столовка, тот же плац, то есть русские полностью организовали, как это должно быть, а у командира этой части стоит Нива, голубая, с двигателем 1,7, в те времена пошел, я на нее смотрю, такая нонька, она и в Москве-то крутая, а он, понимаешь, и я, и я, сижу, у них интервью беру и говорю, ребята, а танки у вас есть? Они так глаза потупили, они говорят, нет, ты понимаешь, это просто анекдот из моей жизни, смысл которого я понял только вот сейчас, после вот этого жуткого теракта, можешь себе представить? У меня где-то фотки сохранились, где я сижу на этой базе, с этим командиром, фотографируюсь с солдатом, часовым, то есть, ну просто от нас, понимаешь? И вот они на нас смотрели и терпели, потому что, ну как бы я свой, я из России, Россия много лет подряд снабжает этих террористов всем, и классно. спонсировал, естественно, все, слушай, как бы, ну сейчас уже даже эксперты говорят, как бы сейчас, значит, в Израиле вот заваруку устроен, который действительно устраивает Путина, и он, у меня нет сомнений тоже, как бы, отчасти, как бы, естественно, там и вооружение, и советы, и поддержку оказывает российское руководство. Северной Кореи на Южную Корею тоже какой-то децидент, как бы, и в этом, опять-таки, заинтересованы и проводят это все Путин и его окружение. Так что, здесь, я говорю, вот по поводу, возвращаясь к разговору, по поводу конфискации, неконфискации, мы слишком уже долго тянем резину, по большому счету. Вот столько действительно лет, как бы, огромное количество вот этих лет, я 16 лет, подчеркиваю, уже нахожусь на Западе. И все эти годы, вот эта вся вот озабоченность, ну, лично меня давно достала. Поэтому здесь нужно действовать четко совершенно. И, значит, там на фронте, и на дипломатическом уровне, на санкционном. Я действительно, мы давно уже выступаем в Великобритании за разрыв дипломатических отношений между Великобританией и Россией, для того, чтобы действительно можно было, ну, там начать просто вышвыривать вот этих пособников. то, что на сегодняшний день, вот на сегодняшний день в российском посольстве в Лондоне не работает ни один дипломат напрямую, а не каждый из них. Да уборщики-то там, они связаны с российскими прислужбами. Полностью, без исключения, а их всех не партируют, делают персонными наградами. Они все являются прямыми пособниками, преступниками. Дело Литвиненко, Скрипали, убийства другие, преследование, слежка, значит, информация как бы разная, сотрудничество опять-таки с этими новыми русскими, хорошими русскими, которые усиживаются до сих пор на всех стульях, они занимаются подрывом безопасности конкретно Великобритании. Поэтому, конечно же, их должны выгнать, пока не делается. Встречаются с депутатами парламента Великобритании, понимание есть, но ведь провести это, политическая воля должна общая быть, пока такой воли нету. Но опять-таки, пока если ничего не делать, ничего и не будет. Поэтому мы жестко совершенно ставим вопросы. Ну, слушай, Андрей, извини, я хотел у тебя уточнить, чем закончилась история с знаменитым проповедником, которого долго судили и пытались выслать. У него особняк был Великобритании в Лондоне, который ему снимали чуть ли не за миллион долларов. Он привез своих там четырех жен, двадцать детей, и когда его проповедь записали, и оказалось, что он там призывает смерть Америки, смерть Израилю, то начался суд о его депортации, а потом этот присудили депортировать в Англии, а потом Европейский суд по правам человека принял решение, нет, отменить, пусть он остается, вы обязаны дать ему, и сама королева Великобритании тогда возмущалась и говорила, да вы офигели, что ли, Европа, вы что нам творите? Так его выслали или нет? Не могу сказать, не буду как бы уже как бы врать, потому что действительно этот случай как бы был в информационном пространстве достаточно широко, но как-то это было вне меня, насколько я понимаю, раз не было продолжения, скорее всего, юридические всякие процедуры происходят. Кстати, после Брэнзита, после 16-го года, я, честно говоря, не знаю, как идет соотношение именно юридическое и сталкивание европейских судебной системы и Великобритании, потому что одной из причин, на самом деле, она не главная причина, но одной из причин как раз было именно потому, что как бы европейцы диктовали Великобритании те или иные условия, в том числе и по судебным разным вопросам. Ну а судебная система Великобритании, знаете ли, ну это такой, это хоть не эталон, понятное дело, но все-таки с такой богатой историей и здесь диктовать, конечно, очень сложно. Ну хотя тоже бывают всякие нюансы, что же делать. Андрей Сидельников, человек, который находится в Лондоне, но я не буду Андрея призывать снимать особняк вот этого вот многоженца, проповедника, зачем Андрей нам, да, так сказать, мы лучше по русским олигархам пока, да? По русским олигархам, по русским пособиям, да. Договорились. Все, друзья, спасибо, с нами был Андрей Сидельников, журналист и политик, который ведет большую кропотливую работу по поиску недвижимости плохих русских в Америке, но и в Европе, как выяснилось, тоже. Андрей, мы еще обсудим новые изыскания. Спасибо, что уделил время. И, друзья, как обычно, мы с вами встретимся в четверг в 18.00. Пока. субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,